300 человек сегодня были на волосок от страшной смерти в международном аэропорту Дубаи. Через стеклянные стены все, кто был внутри огромного терминала, увидели, как огромный Боинг сразу после посадки скрылся в дыму, а потом и в огне. Но все пассажиры и экипаж уцелели. Александра Черепина о том, как все было. Первые кадры с места сняты очевидцами. Видимо, из здания дубайского аэропорта. Самолет, только что приземлившись, вдруг завалился на бок. Он тормозит в облаке дыма, который сгущается с каждой секундой. Там же люди в самолете. О, боже мой. К моменту, когда лайнер объят пламенем практически полностью, людей внутри нет. Они уже бегут по взлетной полосе, подальше от самолета. Через мгновение взрыв. Вверх взлетает и падает, видимо, кусок обшивки. Огонь разгорается сильнее. Ясно без слов, чем в таких условиях могла обернуться любая, даже малейшая ошибка экипажей и наземных служб. Вместе они сделали, кажется, невозможное. Эвакуировали из горящего лайнера 282 человека за полторы минуты. В салон пошел дым и срочно началась эвакуация. Мы спустились через аварийный выход, а уже через две минуты, когда мы были на расстоянии 20 метров, взорвалась передняя часть самолета. Моя жена звонила мне по интернету примерно за час до ЧП. Это просто счастье, что все живы. Я в шоке был, когда услышал. То, что многие посчитают чудом, эксперты называют хорошей работой, слаженной и четкой. Все авиакомпании регулярно проводят для своих сотрудников тренинги, где отрабатываются все возможные внештатные ситуации и на земле, и на воде. Центры обучения представляют собой макеты самолетов, разумеется, в реальном масштабе. Все экипажи тренированы, и бортпроводники бригады, они знают, что даже в этом случае без команды, командира, они при полной остановке самолета открывают все аварийные выходы и производится аварийная эвакуация. При этом дается максимально две с половиной минуты. Иначе при задымлении пассажиры могли не остаться живыми. Количество бортпроводников, которое работает на рейсе, конечно, зависит от количества пассажиров. Но нормы здесь каждая авиакомпания устанавливает сама. На борту, который совершил жесткую посадку в Дубае, было 18 членов экипажа. Получается, каждый из них отвечал за эвакуацию 15 пассажиров. Считается, что это небольшая группа, и одному человеку вполне реально сделать все, чтобы она покинула самолет невредимой в самые короткие сроки. Кроме того, у экипажа была фора, если об аварийной посадке он знал заранее. Я летел с подругой, Самантой. Незадолго до посадки капитан сказал, что посадка будет аварийной. Потом стюардессы открыли экстренные выходы, и мы все побежали к ним. Рейс следовал из Индии. Большинство пассажиров, граждан именно этой страны, россиян на борту не было. Что же стало причиной столь жесткой посадки, теперь выяснят следователи. По одной из версий, у самолета еще в воздухе загорелся двигатель. Сразу после случившегося все вылеты из дубайского аэропорта были отменены. Рейсы стали перенаправляться в другие воздушные гавани. Авиасообщение уже восстановлено. Как стало известно, один пожарный, участвовавший в спасательной операции, погиб. Несколько пассажиров были доставлены в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. Сообщается, что почти все они будут выписаны в ближайшее время. Лишь одному предстоит длительное лечение.